Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Найхин будет достроен до конца года. В этом представитель подрядной организации заверил в Рио губернатора Дмитрия Демешина, который находится на Найском районе с рабочей поездкой. Как решаются вопросы первичной медицинской помощи в селе, в репортаже Арины Солдатенковой. Одна из главных проблем села Найхин – отсутствие современной амбулатории. Жители села врачи принимают в обетшалом деревянном здании. По соседству сейчас возводится новый ФАП на 50 посещений в смену. Его должны были сдать еще в прошлом году. Однако прежний подрядчик оказался недобросовестным. Договор с ним уже расторгнут. Сроки окончания работ новой подрядной организации узнал Дмитрий Демешин. Так, что у нас скажет подрядчик, успеешь его сделать? Да, успеем. До декабря, да? До декабря, да. Да, тут самая загвоздка получается только в оборудовании, которого здесь нет на данном этапе. То есть по строю работам вы точно гарантируете, да? Да, да, да. Главврач Троицкой центральной района больницы Светлана Кирдишова рассказала, что площадь нового ФАПа не позволит разместить в нем стоматологический кабинет и лабораторию. А бригаду скорой помощи переместят в Троицкую районную больницу. В Минздраве края считают, что расстояние в 25 километров не помешает оказывать неотложную помощь оперативно. Также зампред правительства по социальным вопросам Евгений Никонов отчитался. Стоматолог останется в Найхине, но переедет в другое здание. Врач-стоматолог останется здесь. Мы планируем помещение в детском доме. В детском доме. То есть в ФАПе не помещается? Руководитель районной больницы подняла вопрос кадров. Найхину не хватает двух врачей и четырех фельдшеров. Она считает, что причина в отсутствии жилья. Никакой земский врач, никакие подъемные не привлекут сюда кадры, если мы не обеспечим медицинские работники жильем. Дмитрий Демешин предложил строительному блоку реализовать в Найхине региональную программу арендного жилья. Это проект, в рамках которого в муниципалитетах возводятся дома для бюджетников и социальных категорий граждан. Жилье в таких домах предоставляется на условиях минимальной арендной платы. Подходящий участок под квартиры есть прямо рядом с новым ФАПом. На месте старой амбулатории, которая пойдет под снос. Арина Солдатенкова, Телеканал Губерния.